На сегодняшней передаче Эндрю Уомок поможет вам обрести исцеление, уже данное вам в Иисусе Христе. Бог хочет, чтобы вы были здоровы. Это евангельская истина. Теперь давайте послушаем Эндрю. Приветствую вас на передаче «Истина Евангелия». Сегодня пятница, вот уже третью неделю я учу по теме «Бог хочет, чтобы ты был здоров». Я рад учить на эту тему, потому что многие люди получают благословение, когда узнают, что Бог любит их не только в вечности, но и прямо здесь, сейчас, и что Он хочет дать им свободу. Когда ты начинаешь переживать действия сверхъестественной силы Божьей, такое переживание меняет все для тебя. Знаете, я любил Бога до того, как поверил, что Бог желает нам быть здоровыми. Я любил Бога тогда, когда мне сказали, что Он убил моего папу. Когда мне было 12 лет, мне сказали, что это Бог забрал мою бабушку на небеса, бабушку, которая вырастила меня. Когда мне сказали, что Он забрал еще многих других людей, моих знакомых и близких, я продолжал любить Бога. Хотя все это приводило меня в замешательство, потому что я не знал ни одного человека, который бы отказался исцелить моего отца, мою бабушку или моих друзей. Если бы у него была такая сила и возможность, даже падшие греховные человеческие существа, и то были милосерднее и добрее, чем всемогущий Бог, который создал нас и имеет силу воскрешать мертвых. И кажется, что Он совершенно безразличен к человеческим страданиям. Все это вызывало замешательство во мне, хотя я еще продолжал говорить, что люблю Бога. Это было действительно так. Но когда я понял, что Он действительно любит людей, по-настоящему, это сильно изменило мою жизнь. Но я говорю вам, Бог любит людей и хочет, чтобы вы были здоровы. Бог не хочет видеть, как вы страдаете, но Бог желает, чтобы вы были здоровы. Когда я понял это и ощутил, то даже исцеление от простуды, от близорукости очень благословило меня и порадовало мое сердце. Дало мне новую смелость и уверенность. Знаете, все те христиане, которых я считаю зрелыми, которые продолжают следовать за Господом и служить Ему, и будут служить Ему через год, через два, через пять, десять лет, независимо ни от чего, все эти люди ходят в божественном здоровье, потому что они научились подобным истинам. Я не говорю, что они идеальны, но они твердо уверены, что Бог благой, добрый и желает им здоровья и блага. Вот об этом мы и говорили на этих передачах. На этой неделе я разбирал вопрос, почему не все исцеляются. Все, чему я учил до этого, правда, и надеюсь, я убедил вас в том, что Бог хочет, чтобы вы были здоровы. Тогда возникает очевидный вопрос. Если такова о нас воля Божья, то почему не все исцеляются? Почему его воля не сбывается всегда? Опять же, этот вопрос вроде бы как очевиден, и объяснение на этот вопрос труднее принять из-за обилия традиционных религиозных учений, потому что полно религиозных людей, которые учат, ну, Божья воля автоматически происходит, его воля суверенна. И то, что так мало людей исцеляются, разве не доказывает, что это не Божья воля, чтобы все исцелялись? Ну, позвольте мне развенчать подобное мышление. Посмотрите 2-е послание Петра, 3-ю главу, 9-й стих. «Не медлит Господь с исполнением обетования, как некоторые почитают о медлении, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Что здесь сказано? Лучше не скажешь, чем эти слова, что Бог не желает, чтобы кто погиб. Однако, мы знаем, что люди погибают. Иисус сказал, что многие идут широким путем, ведущим к погибели, чем узкой тропой, ведущей к вечной жизни. Божья воля о том, чтобы все спаслись, не исполняется. Бог желает, чтобы все спаслись. Всякий, призывающий имя Господне, будет спасен. Согласно 1 Иоанна 2, 2, Иисус есть жертва за грехи не только наши, но и за грехи всего мира. Иисус заплатил за грехи каждого. Он желает, чтобы все были спасены. Однако, не все спасаются. Почему? Потому что, если на что-то есть Божья воля, это не значит, что она автоматически исполняется. Бог не навязывает нам силой свою волю. Мы должны ее выбрать. В послании Римлянам 10 главе говорится, как они могут поверить, если не слыхали, как могут услышать, если никто не проповедует им, и как проповедовать, не будучи посланным. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Так что вы не можете верить, если не слышали истину. Многие люди никогда не слыхали, что Бог желает, чтобы они были здоровы. Этих людей научили, что сам Бог посылает на них болезни, что Бог больше не исцеляет, что Божья воля на исцеление прекратилась с последним апостолом. Поэтому многие не исцеляются, потому что никогда не слыхали, что этого хочет Бог. Так же, как многие не рождены свыше, потому что никогда не слыхали, что нужно родиться свыше. Их научили, что нужно просто делать добрые дела изо всех сил, и все. Просто будь хорошим человеком, Бог тебя примет. Но так Библия не учит. Кто-то из людей идет в ад, потому что никогда не слыхал истину. Кто-то, потому что отверг истину, которую слыхал, и избрал грех, а не Бога. Как есть люди, которые не просто не слыхали, что Бог хочет исцелять, но и были научены, что Бог не желает нам здоровья, что Бог посылает нам болезни. Если мы противимся болезням, мы противимся Богу. Из-за этого многие остаются больными. Поэтому, если у нас что-то есть Божья воля, это не значит, что она автоматически исполняется. Поэтому, когда мы спрашиваем, почему не все исцеляются, нам необходимо избавиться от этого фатализма. Мол, если такова Божья воля, разве она не произойдет сама собой? По той же самой логике, Бог хочет, чтобы все спаслись, но так не происходит. Почему? Потому что люди сами выбирают. Как говорится, поверь, чтобы принять. Если сомневаешься, то не получишь. Есть люди, что идут в ад, и не потому, что этого желает для них Бог. В Изекиле 33, 11 говорится, что Бог не желает смерти грешника. Бог этого не желает. Он не какой-то злодей, который злорадствует от того, что люди идут в ад. Нет, он не такой. Он дал спасение миру, он любит мир, он расставил предупредительные знаки и барьеры в жизни каждого человека. И если кто идет в ад, то это потому, что этот человек проигнорировал целую кучу предупредительных знаков, барьеров, препятствий на пути в ад. И даже перелез через горы на своем пути. Так Бог старается отвратить нас от наших злых путей. Никто не сможет потом грозить кулаком Бога говорить, это было несправедливо. Бог сделал больше, чем мы заслуживаем. Ему только и нужно, чтобы обличить нас однажды. Но он обличает наши сердца сотни раз, однако люди упрямо идут своим путем и жесточают свои сердца. И гарантирую вам, что те, кто идут в ад, в каком-то смысле настойчиво туда стремятся. Они с боем туда пробиваются и намеренно игнорируют все предупреждающие знаки, что Бог поставил на их пути. И вот еще что, что кому-то будет, наверное, тяжело понять, но большинство людей понимает вопросы ада и рая лучше, чем вопросы исцеления и болезни. Но в определенном смысле, чтобы человеку продолжать болеть, он должен идти против того, что Бог желает творить в его жизни. Господь пытается излить исцеление в нашей жизни, но мы такие образованные, настолько заобразованные и приученные против сверхъестественного, что люди сами намеренно перекрывают течение Божьей сверхъестественной силы в жизни. Многие сверхъестественное считают чем-то странным. Знаете, наши передачи смотрят миллионы и миллионы людей. Вы можете подумать, что я учу чему-то чудному, но я как раз думаю, что чудной вы. Вы готовы принять исцеление от доктора, от таблетки, от пробирки, от иглы. Вы верите только в это. И вы думаете, что это единственный способ исцеления, и не принимаете сверхъестественное вмешательство Бога? Вот уж кто странный, вот уж кто чудной. Я согласен. Если меня сравнивают с большинством, то моя странность, наверное, зашкаливает. А вы сравниваете меня со Словом Божьим. Там сказано, возложите руки на больных, и они будут исцелены. Иакова 5, 14-15 говорит, чтобы мы призвались при свитера в церкви, они помажут больного елеем, и молитва веры исцелит больного. Если сравнивать себя со Словом, то странным будет тот, кто не верит в сверхъестественное исцеление. Если вы не верите, что Бог хочет, чтобы вы были здоровы, потому что этому как раз учат Слово Божье. И грустно то, что большинство людей ни разу не слыхало подобного учения. Над нами настолько доминирует естественное, что мы вообще этого не понимаем. Поэтому, когда мы разбираем, почему не все люди исцеляются, вы должны знать, что Божья воля не происходит автоматически. Ее нужно стремиться исполнить. Это касается исцеления и спасения. Большинству такая концепция незнакома, поэтому они остаются больными по умолчанию, как говорится. Болезнь — это изначальное состояние, нормальное и естественное для людей. Люди даже не понимают, что Бог хочет, чтобы они были здоровы и исцелены. Поэтому для них и нет такой цели, они и не стремятся к ней. Позвольте мне открыть Матфея 17 главу и прочитать вам один отрывок. Это тот отрывок, когда Иисус отправился на гору, взяв с собой своих учеников Петра, Иакова и Иоанна. И на горе Иисус преобразился. По терминологии Писания, так сказать, от его тела начал исходить свет. Тело Иисуса было как занавес, что мешал людям увидеть, кто Он был на самом деле, потому что мы не можем увидеть Бога и оставаться в живых. Писание говорит об этом в исходе 33.20. Поэтому божественная сущность Иисуса была как бы укутана физическим телом. Но когда Иисус оказался в присутствии Отца, Он как будто отдернул этот занавес. Слава Божья начала светиться из Него ярче, чем дневной свет, как свет солнца в полдень. Сияние Божьей славы исходило от Иисуса. На Него сошло облако Божьей славы. И раздался голос с небес. «Сей есть Сын Мой возлюбленный». Потом явился Моисей, Илья, и они беседовали с Иисусом. Они разговаривали с Ним о предстоящем Ему распятии. Это было сверхъестественное проявление. Он был на горе с тремя Своими учениками. И вот что произошло после того, как Он сошел вниз. Матфей 17, 14 стих. «Когда они пришли к народу, то подошел к Нему человек и, преклоняя пред Ним колени, сказал, «Господи, помилуй сына моего, он в Новолунии беснуется». В других переводах написано, что сын Его страдал лунатизмом. На самом деле, это означает, что у Него были приступы, судороги, похожие на эпилепсию. В параллельном отрывке из Марка 9, 22 говорится, что нечистый дух бросал его в воду и в огонь. Так что этот мальчик бесновался. В английском переводе версии Королея Якова говорится, что он страдал лунатизмом. И тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Как видите, об этом говорится и Матфея. Читаем дальше, 16 стих. «Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Все это очень похоже на то, что происходит сегодня. Люди приходят за исцелением, но оно не происходит. Люди отчаиваются и спрашивают, почему ученики Христа не могли помочь, почему он не исцелился. Посмотрите на реакцию Иисуса в 17 стихе. Иисус же, отвечая, сказал, «О, род неверный, развращенный, доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». Знаете, что Иисус старался научить своих учеников делать такие же дела, какие делал Он, чтобы, когда Он уйдет, они смогли бы продолжить. В Иоанна 14, 12 Иисус говорит, «Истина, истина». Другими словами, это такое трудное утверждение, что мне придется начать с того, чтобы сказать, что это действительно истина. Иоанна 14, 12 «Истина, истина, говорю вам, верующие в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Иисус обучал учеников делать то же самое, что делал Он Сам. Исцелять больных, очищать прокаженных, воскрешать мертвых. Матфея 10, 8 Такова была Его заповедь. Он учил их делать то же самое. Но когда Он был на горе преображения и общался со Своим Отцом, девять учеников, что остались внизу, не смогли освободить мальчика от беса, что мучил Его. И посмотрите, как на это отреагировал Иисус. В Матфея 17, 17 «О, род неверный и развращенный!» Вы понимаете, что Иисус не был политкорректным? Сегодня, я даже не знаю, как бы это сказать помягче, чтобы обидеть как можно меньше людей, но я говорю вам, что вы услышите истину, если примите ее, она освободит нас. Мы стали слабыми. Нас научили, что никто не должен никого обижать, у всех чувства наизнанку. Политкорректность везде. Нельзя сказать, что человек толстый, нет у него проблемы с избыточным весом. Нельзя назвать кого-то высоким или маленьким, а то кто-нибудь обидится. Вся эта политкорректность — глупость на максимуме. Глупость. Я не оправдываю грубости, и поймите, мы не должны грубить людям и намеренно их обижать. Конечно, нужно щадить чувства других людей, не оскорблять их своими словами, но и жить в готовности обидеться в любой момент тоже нельзя. Разберитесь с тем недостатком или причиной, что сделало вас таким чувствительным и обидчивым на слова других людей. Разберитесь с этим, с тем, что внутри вас, что сделало вас таким слабым, восприимчивым к словам других людей. «Выньте соску изо рта и станьте уже взрослым. Будьте мужественным». Во втором послании Тимофею 2.3 говорится, «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Знаете, что солдату нужно закалиться, солдату нужно стать мужественным». Я в свое время прошел военное обучение. Там нас заставляли делать бессмысленные вещи. И у меня только был выпускной после курса молодого бойца, как сейчас помню. Я был одет в чистую новую форму, мои ботинки были начищены. У нас было немного свободного времени, и нас отправили в пустыню. Курс я проходил в форте Блис, что значит блаженство. У кого-то, наверное, очень злое чувство юмора, чтобы назвать так форт. Я знаю, что вы назвали в честь кого-то, конечно. Никакого блаженства там не было и в помине. В пустыне было жарко, 40 градусов, и нас заставили пересечь в пустыне поле и собрать все окурки. Мы набрали вот такие мешки, полные бычков сигаретных, но сделали это слишком быстро. Поэтому кто-то взял пивные банки и бутылки и рассыпал их на этом поле, чтобы мы еще раз их собрали. Просто, чтобы нас помочь и разозлить нас. Однажды я подошел и спросил нашего инструктора, зачем они это делают, зачем заставлять делать бессмысленные дела, ведь это явно издевательство. Я спросил его, в чем цель таких действий? И он раскрыл передо мной карты и сказал, вы все будете отправлены во Вьетнам, и половина из вас, скорее всего, обратно уже не вернется, вы все маменькины сынки. Вы ничего не делали, не работали, нам нужно вас закалить, чтобы вы стали жестче. Если мы не научим вас, не закалим, чтобы вы могли хоть какие-то трудности перенести, то вы погибнете, вы думаете, что мы поступаем с вами плохо, но на самом деле мы оказываем вам услугу, потому что если вы станете жестче, то, может быть, сможете выжить. Вот такая была у них цель. Я не говорю, что именно так нужно это делать, но в этом есть смысл. вокруг нас полно людей, которые эмоционально слабы и неадекватны, и политкорректность делает все только хуже. Знаете, когда ученики Иисуса не смогли восполнить возникшую нужду, как отреагировал Иисус? Если бы он был таким же, как сегодняшние политкорректные служители, он бы сказал, о, не волнуйтесь, это не ваша вина, не слушайте тех, кто скажет вам, что это из-за вашего неверия. Вообще-то вы хорошие, не думайте о себе плохо, это вообще-то я виноват и не должен был вас оставлять одних и взял бы всю вину на себя, но, однако, Иисус поступил в этой ситуации не так. Он сказал, вы неверные и развращенные. Аминь. Он наехал на них в любви. Иисус есть любовь, что явилось во плоти, и, знаете, говорит людям истину, любовь. Иисус был разочарован неспособностью учеников восполнить нужды людей. Ведь в Матфея 10.1 Он уже дал им власть и силу над всеми болезнями, всеми немощами, всеми бесами. Идите, проповедуйте Евангелие, исцеляйте больных, очищайте прокаженных, мертвых воскрешайте, даром получили, даром давайте. Бог дал им силу, чтобы они пользовались ею, а они не смогли. Как отреагировал Иисус? Ребята, не переживайте, главное пытаться. Что, он похлопал их по спине? Нет. Он сказал, вы род неверный и развращенный. Библия говорит, что Иисус сегодня, вчера, во веки тот же. Если бы сегодня Иисус появился здесь физически, я гарантирую вам, что церковь сегодня услышала бы от него, вы род развращенный, потому что не говорите обо мне истину, не исцеляйте больных, не изгоняйте бесов, не делайте того, что делал я. Кто-то может сказать, но это же Иисус, мы же не можем так поступать, но я вам только что процитировал Иоанна 14, 12, Иисус сказал, истина, истина, говорю вам, что верующий в меня сотворит дела, что я творю, и больше сих сотворит. Иногда люди говорят, что больше дела это значит выступление на радио, на телевидении, мы больше людей охватываем благовестием, но я не думаю, что об этом говорил Иисус. Давайте вообще о больших делах не будем говорить. Когда Иисус говорит дела, которые я творю, Он ходил, исцелял, очищал прокаженных, воскрешал мертвых, давал прозрение слепым, Он говорит, дела, которые я творю, и вы сотворите. мы должны видеть проявление чудотворной Божьей силы. И не думайте, что я осуждаю вас. Каждый раз, когда я тыкаю пальцем в вас, три пальца на моей руке указывают на меня. Если бы Иисус явился здесь, сейчас, я верю, что Он любит меня, но я думаю, что Он сказал бы мне, что я что-то делаю хорошо, но Он не сидел бы и не сказал бы так, «Ну, ничего, Эндрю, ты, главное, стараешься, делай как можешь, ничего». Наверняка бы мне сказал, что какие-то вещи ты мог бы сделать гораздо лучше. Господь бы меня не осудил, но одновременно с этим Он бы сделал так, чтобы я не чувствовал себя удовлетворенным и успокоенным. Он не осуждает нас, но Он не хочет, чтобы мы успокаивались, и я не пытаюсь никого осудить из вас. Но я говорю, что мы должны представлять людям Иисуса Христа. Иисус ходил, благотворя, исцеляя всех обладаемых дьяволом. Его церковь сегодня не представляет Бога людям должным образом, не исцеляет всех обладаемых дьяволом. Мы только видим исцеление нескольких людей, только небольшая часть церкви верит, что такова Божья воля исцелять. А большая часть церкви сегодня безразлична к исцелению, говорит, что Богу все равно, что вы болеете, или даже больше того, что это Он посылает нам болезни. Большая часть людей, которые называют себя христианами, неверно представляют Бога людям в вопросе исцеления. Я говорю вам, что если вы хотите увидеть проявление Божьей силы, то вам необходимо признать тот факт, что то, как сегодня люди говорят об исцелении, как церковь, по большей части, представляет вопрос исцеления другим людям, неверно. Иисус был недоволен своими учениками 2000 лет назад и назвал их неверными и развращенными. Сколько мне еще быть с вами, Он сказал, и нам нужно научиться поступать так же, потому что Иисус сегодня говорит своей церкви то же самое. Вы неверно представляете мой образ людям. Люди страдают и погибают. Иисус хочет им помочь и хочет их исцелить. Если вы хотите представить Бога людям правильно, то не только эти люди обратятся к Господу, потому что увидят чудеса, но это будет такое свидетельство для других, как в дни Иисуса, когда люди прорубали дыры в крыше, чтобы спустить к нему больных. И так наша церковь будет набита битком, когда увидят проявление целящей Божьей силы. Но сегодня большинство христиан представляют Бога хорошо только на словах, но нет никакого проявления в делах этой силы. Но нам нужно начать проявлять эту силу. Тяжело в проповеди на телевидении показать вам свои дела, но мы вам показываем видеосюжеты об исцелениях свидетельствах людей. Я бросаю вам вызов. Если в вашем теле есть какая-то болезнь, будьте делателем слова, а не слушателем только. Сегодня я предлагаю вам выведите номер телефона внизу на экране. Вы можете позвонить нам. У нас есть телефонное молитвенное служение. Через это служение даже люди воскресают из мертвых. Происходят разные удивительные чудеса. И если Бог призывает вас сегодня стоять в вере, вы говорите, я хочу верить, но я хочу поддержку, то пожалуйста, звоните по этому номеру. Полное учение Эндрю, Бог хочет, чтобы ты был здоров, доступно на русском языке. Если вы хотите приобрести книгу Эндрю об исцелении, свяжитесь с представителями Эндрю Вомака в России. Контактная информация на экране. Книги Эндрю на русском языке доступны в виде электронных книг. Для загрузки посетите наш сайт, который видите на экране. Зайдите в раздел Shop для их приобретения. If you're from an English-speaking country, you can use your credit card to order resources by telephone. Our helpline number is 01922 473 300. When calling from outside the UK, you must use your international calling code. Then 441922 473 300. Our helpline hours are from 7am to 4pm Greenwich Mean Time. Or you can visit our website where you can order ministry materials 24 hours a day 7 days a week at awme.net We hope to hear from you today. Смотрите в следующей передаче Истинной Евангелия. Если раньше кто-то думал плохо об исцелении, то я верю, что Господь свидетельствует ваше сердце, что Бог хочет, чтобы вы были здоровы. И в каком-то смысле наверное это тяжело, трудно. Не уверен, что мне удастся донести до вас эту важную мысль понятно. Попытайтесь понять то, что хочу сказать. Но с одной стороны становится легче жить, ужиться, смириться с разочарованием, отсутствия исцеления, если вы верите, что такова была воля Божия. Если вы говорите, что сегодня Бог не исцеляет, что это Бог наказывает людей болезнями, или что болезнь послужила к искуплению каким-то образом. В каком-то смысле так легче, потому что вот вы загнали все в эту коробочку, все, крышка, вопрос решен, на это была Божья воля, все. Но если вы верите, что Бог всегда желает исцелять, и если вдруг кто-то не исцелен, и насколько мы можем определить, допустим, этот человек верил и исповедовал Слово, и вроде бы все делал правильно, но все равно не исцелился, то жить тяжелее с такой ситуацией. Легче сказать, сегодня Бог не исцеляет, и я думаю, что это одна из главных причин, почему большинство членов тела Христова отвергают исцеление. Когда я говорю отрицают исцеление, сюда я отношу и тех, кто говорит, ну да, Бог может исцелять, и если кто-то исцеляется, они говорят слава Богу, но они отвергают, что Божья воля всегда на исцеление, что Бог хочет, чтобы вы были здоровы всегда. Если они верят, что Бог может исцелять, то лишь иногда, никто не может вам ничего гарантировать, исцеление нельзя взять верой, оно может просто само случиться. Большинство людей в теле Христовом усвоило именно такое отношение, и я думаю, что это защитный механизм от разочарования, когда кто-то умирает или болеет, так легче жить. Поэтому, когда я говорю, что воля Божья всегда на то, чтобы исцелять, что Иисус умер, чтобы дать вам исцеление, так же, как Он умер, чтобы простить вам ваши грехи, и что вам не нужно мириться с болезнями, немощами, Иисус ходил и благотворил, исцеляя всех, обладаемых дьяволом. Когда я все это говорю, обязательно смотрите продолжение передачи Истинной Евангелия на следующей неделе.